Молодым инвалидам с особенностями психофизического развития, имея за плечами лишь вспомогательную школу и не имея никакой профессии, устроиться на работу очень сложно. А без трудового стажа эти люди не смогут получать трудовую пенсию. Прожить на социальную практически невозможно. Вопрос трудоустройства решился чуть больше года назад. Сейчас молодые инвалиды каждый день ходят на работу. Занимаясь полезным делом, они изготавливают сувениры, нарабатывают трудовой стаж. Объемы производства гораздо ускорились, когда в учебно-ремесленном центре появилось новое оборудование. На беговщике я научился делать открытки за Геннадия. На шурезать тоже. Это самый, не знаю, да. Какие открытки ты делаешь? Разные. Новое оборудование – это то, чего так не хватало учащимся учебно-ремесленного центра. К счастью, мир не без добрых людей. Супружеская пара из США Дон и Линда Дженкинс, которые в рамках гуманитарной программы Международного общественного объединения «София» занимаются в нашей стране благотворительной деятельностью. Обеспечили учебно-ремесленный центр беговальным ручным аппаратом, режущим плоттером, ручной переплетенной машиной, ламинатором и прессом для стеснения фольгой. Теперь ребята гораздо быстрее делают более качественные открытки. Около тысячи экземпляров попадут в Брестскую епархию к Пасхе. Мы приехали сюда как гуманитарные волонтеры, координаторы гуманитарной работы организации «Софии», деятельность которой спонсируется Церковью Иисуса Христа святых последних дней. Мы были очень впечатлены тем, что руководитель этой организации когда-то работала в территориальном центре, решила оставить его и пришла сюда помогать молодым инвалидам. Вы видите, что ребята, во-первых, раздроблены операцией технологически, да, кто-то работает на беговщике, кто-то на резаке, кто-то раскладывает эти открытки, кто-то сгибает. В общем-то, мы смогли сделать технологическую линию, хоть не до конца еще, но тем не менее, как говорится, уже для ребят есть возможности. Они уже освоили, в общем-то, эти аппараты и могут работать на них. Каждому человеку для счастья необходимо что-то свое. Учащимся учебно-ремесленного центра «Особенная жизнь» достаточно лишь внимания и тех ресурсов, которые обеспечивают им условия труда. У них очень много планов на будущее, они готовы бороться за их реализацию.